ну что сибирь сибирь с корресом продолжаем проходить м black book и просто серийка было довольно интересно что же будет в этой тоже интересного всем с вами кто помнит прошли босса да давайте душного того и было и было много чего по сюжету просто есть не видел просто ну ты знаешь да ссылочка находит на поле исполнение данной игры там подсказочках есть телефон сможешь чуть ниже писать спускаешь на подсказки куда там закопленное видео и плейлист вот если с компьютера то наверху справа там будет тоже так же так и такие же подсказки просто с компьютера верху справа такой кружочек беленький с восклицательным знакам то будет прикреплена прошлая серия до прошлой серии будет прикреплена и плейлист полно прошли данной игры вот собственно у саша подумал надевать предиказатель предпредит кушать питька в петель и петель воды потом просмотра мы сразу продолжаем проходить данную игру думает и сирика будет не менее интересной посмотрим что же будет остались мы с тобой вот здесь собственно потом то я позвала мужиков с пакчи когда беса прогнала они забрали бочки с готовым в котлета пропало все их сколько пиво доброго попортилось видать колдун какой-то замешан похож на то повезло им что ты свах и будешь ты тоже поглядывай у николая то чё там мало ли погляжу много колдунов то любит свадьбы портить сама понимаешь да а поезжание без защиты если свадьбу испортить можно всю жизнь молодым сломать но ничего смотри в оба обороняешь их да уж от федьки тут помощи не жди не пропадем и бисфетки ладно пора нам беты и что напоминаю что эту игру можно смотреть семьей с близкими да что игр ну то что записываем видео будет без мата да все все серии по это гибнет без мата если он будет даже он будет запитал поэтому не переживать за это вот так что у нас тут с тобой перс черт с чертями да сейчас так давай их план отправим чушку понятно классный 4х на посетителей на приходит передай что буду скоро готовьте украшение а я отправлюсь к николаевым поезд ладить вечером приеду с поездами на чеку будь колдуны и колдунами но и нечисть не забывай а то мало ли кто тут замешан тогда что посмотрим сейчас нашу книгу хорошо дедушка хорошо дедушка вот руки сохнут давай гляди неплохо ни сахи взять не смогу ну так это не ты ли в том году напился и колокол строицкой церкви скинула ух так и егорил лампович каюсь я к вам раскаившись василиса федоровна палать ладно пошепчу уж чё не помирать же мужику давай садись ка у печи вы шепчете несколько целительных заговоров и просителю становится лучше спасибо тебе матушка теперь не пропаду поехали и спорте почему такая прошка посмотрите прошлую серию обязательно а лужа есть не смотрели в принципе давай эту игру смотрите саму первую с самого начала на самый первый сереб вот что я довольно интересно ну так она больше чего но тоже интересно по-своему я думаю в этой серии наверно откроем печать наверное спасибо что пришла васенька я уже за ночью оплакала сил ты нет почти так уж заведено хочешь жить хорошо так повыть нужно знаю только не просто это я по бане скучать не больно так ты беды отведешь тут наревешься а жить будешь весело да скоро в баньку идти ты уже украсть как положено лучше тебя так никто обряда не знает хорошо иди пока плач к волосам присказывай и без меня расчешетесь я тебе отложу ленточку алую да не надо и так справлюсь спасибо васенька пойду тогда так чтобы ладно украсить нужно березки вдоль дороги расставить и баню ленточками увязать пора за дело приниматься но примус опа сюда это нам надо тут лежат заготовленные для украшения баня разноцветные ленты вы берете ленты из сундука в сундуке больше нет ничего интересного ленты как что вы жале хорошо возьмем опа спряталась вот сюда это нам нужно здесь лежат заготовленные березовые ветки красиво получилось да и невесту сберегут вот ведь я мастерица на наш как говорится тебя не похвалишь никто не похвалит красивый рассвет у нас на уезде раньше я так часто не видала рассвету а сейчас ночами ловлю нечистого дак под утро и вижу красивый рассвет у нас на уезде пою что красиво получилось да и невесту сберегут так ну что у нас теперь только осталось банька давай старая баня навевает вам воспоминания под поле обдирихи вы отбрасываете невеселые думы здесь нужно не дверь под пол открыть а сруб украсить вы размышляете о том каким цветом украсить баню бочка прыгает из стороны в сторону и раскачивается словно живая вы окликайте бочонок из него показывается шапка мальчонки ну векшится сейчас-то петька охотник на колдунов повыведет тебя с этой свадебки охотник на колдунов хватит дудеть я тут помочь хочу не есть это ага поверю-ка тебе мальчик начинает неистово терзать свою свирель если он не перестанет дудить у меня лопнет голова я могу переубедить его ведь колдуны еще и помогают кем там меня молодые назначили я не могу банится просватала думаешь я чё чтоб свадебку попортить ее спасла ладно ладно убедила я слышал колдуны свадьбы портят вот я сторожу так ты чё про колдунов то слышал а вот док на доку бывать такое колдуна позвали а он слабый как ты чё ты там шепчешь ничего ничего так вот 2 сильный приходит ну и портит все на пропалую и первого колдуна и свадьбу не ждет а про банников тут слыхал слыхал проклятых утаскивают и кожу с них сдираем и невеста говорят у них пожила она чё нечисть тоже нет спасти не удалось сильный колдун помог да я женихом-то ходила ты-то а так без жениха ты и не справилась бы понятно мальчик вспомнил что может быть поможешь мне свадьбу сберечь это можно вместе дык точно защитим свадебку поборемся с колдунами пора мне невесту в бане всти я за тобой тоже пригляжу колдунья давай-ка по мирному после приготовлений настает время вести невесту в баню посмотреть на обряд собралось много народа все хотят послушать старинные плачи и посмотреть на украшение вы разметаете дорогу перед невестой чтобы на ее пути не оказалось проклятых предметов посмотрим СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы предупреждаете невесту о том, что вскоре могут появиться гости с её стороны, бесы которых подошлёт Абдериха. Вы оказываетесь правы. Только загораются дрова в бане, как является окаянной. Ух. Угу. Что-то сразу накинем в себя, а то он. Мальчик, ты знаешь, с кем я сражался сейчас? Офигеешь. 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 Ну, пакетовый мужик. Мужик. Пока-пока. вот и все переведя дух вы моете невесту присказывая обрядовые заговоры потом переодеваете ее в свадебный наряд во двор уже заехали повозки свадебжан сегодня вечером будет посиденок так что народа много здесь и николай и тысяцкий дед егор и близкие родственники жениха едва гости вступают во двор мать невесты выводит к ним дочь приехали батюшки народу то сесты ага прибыли так встречайте гостей не было ветру вдруг навеяло не было гостей да вдруг приехали здравствуй тысяцкий воевода егор евлампич здорово скоро совсем в люди тебя выведем здравствуй дружку удалой верный товарищ так чё как говорят в чердани бонжур здравствуй суженый здравствуй гляди-ка совсем скоро обещание сдержу эх ну посидёнок сам не начнётся пора бы и невесту пропивать куда лезешь поперёк повозки то когда тысяцкий скажет тогда и пойдём в горницу да ну тебя чё церемонный то какой в городе всё быстрее делается ага там вообще скоро душу свою растеряют свадьбу тут мы как следует начнём по чину ой господи иисусе не сердитесь василиса фёдоровна егор евлампович как решите так и будет вы пока коней распрягайте да к столу готовьтесь мне со свахой вашей поговорить надо как скажете как скажете игор евлампович сюда проходите ребята ох не дождёшься дед ничего ничего скоро глядишь и дождёшься так ну поговорим чем я невеста не совсем обычные другие с домом прощаются а я его недавно и не знала вовсе ты его увидела не всем проклятым то так повезло это верно но ты же мне поможешь если чё ну не зря же я тебя у чёрта просватала спасибо васенька колдуны часто подбрасывают стручок с девятью горошинами чтобы лошади не шли вы осматриваете сток сена но сейчас не чувствуете среди травы порченных артефактов эй колян готовь монету у нас твоя есть солдатская эх заводи петька стучи барабан ох как жизнь то повернулась сколько лет я полено ростила а доченька моя убезом училась о господи иисусе как так то прости господи ребенок твой не рос а чего ж ты не сходила так знатким так я доктора звала он сказал что-то по ученому мол болезнь какая-то все болезни от черта чё ты докторов слушаешь радуйся что николай до нас добрался ой так не знаю как и благодарить то тебя василиса федоровна с такой свах и ты не пропадет дочурка моя довольны женихом то ой так лучше не сосватался бы хозяйственный служилый чё еще над дочурка у вас завидная невеста то я бы лучше не взрастила и как тут скажешь что у бесяков росла прости господи да не поверит никто ты приданого да вон его сколько даже мне подарок достался поиск как у девки моей не знаю только от кого если на дороге невесты окажется порченная шерсть это к неудаче а если шерсть медвежья то и поезд может не тронуться вы осматриваете пол но не находите проклятых артефактов пока спокойно все кроме тебя да дед егор не видно колдунов я то в оба погляжу и черта если замечу тоже скажу черта его простой лютто не видит а вот и нет сейчас любой черта может увидеть про самоходные телеги без коней слыхала кто их если не черт движет ну жирновато черт крутит это я знаю а по воску кто тогда толкает если скотины нет биси тоже еще и другое есть паровоза например о о а про пеллиграфа слыхала соликамске недавно пеллиграфные черти так разбушевались крестьяне аж побороли пеллиграфа то это у них вроде князь у царей пеллиграф порезали пеллиграфа чё то я слышала про пеллиграфа тоже держим у хвостро как бы сам пеллиграф не явился вот василиса прошли мы с тобой через огонь чтобы тут оказаться погоди-ка огонь у застолья скоро начнется как ты федька после той ночи то плохо помню чё было воська одно знаю если б не ты последний то был бы посидёнок мой я этого то не забуду получается ты тут всем как мать родная как ты с этим дружкой уживаешься не могу понять то веселый парень а другом потолковать хочу свадьбу нам оберегать надо заметила чего а за место федьки но нет будто спокойно все ты в оба гляди как бы порча не присела что-то неладное почуял то кони худо шли когда поезд выводили за ворота я пошептал и вроде лучше стало но так спроста то не бывает поищи кого ты сама может тебе с колдовской силой что узнать удастся колдуны то другие и не сунутся сюда думаю они тебя давно уж боятся пожалуй не будем тревог тупить ага да и хороша ли свадьба без колдовского поединка вот у меня в молодости помню случай я дружкой был оберегал тоже так пришел обиженный один не позвали как я его так спортил неделю потом полоскала но ты все-таки порчу поищи чтобы сама крошить не пошла на житель ты гармониста нашего научил словам научил научил он все и нашептал как положено как бы не напутал чего да чё там напутаешь то я приглядываю так не балует позже потолкуем дедушка осмотрюсь я помнишь я тебя учил свадьбы портить как не помнить то вот и попробуй идти или шерсть или стручки и бобовые если какой-то без и подкинул то надо убрать хорошо дедушка нету здесь ничего если на дороге невесты окажется в но в целом вроде все ребят вы можете продолжить путь поехали шумные горницы оказалось от того что несколько мужиков решили скоротать время до свадьбы игрой в карты они так увлечены игрой что не замечают вашего появления в этой части дома редко кто бывает тут так артежники и решили упрятаться в этой части дома редко кто бывает ты чё здесь ходишь девкам тут не место ой ой погоди-ка ты чё порешь то проходите с василиса добро пожаловать давно не виделись а это колдунья ох знатка чё лепишь она попортит тебя щас помогай господь ты самсон на земской станции работаешь так ведь так это добро пожаловать милости просим тихо ты турнина все так с урольской станции вот так встреча родители то невесты и старые знакомые у меня а я с вахой оказалась картишки играете даст не желаете ли присоединиться как ты с невестинами то знаком отец ее покажи в балды к солью приторговывал часто в наших краях бывал я ему много баек-то порассказал а вот мне был про дочку то свою то сыграем до сыграем не в пекло дорога проложена да ничего бог милости в так садись вон под иконы так как раз но на 25 сыграем так черви да у нас с тобой козырь наберет поехали какие хорошие карты 7 7 до возьмем нормально давайте объем ся король король и дома поехали две семерочки сразу и и а и я воно кинуть туда а и тус тус поехали дома туз и дома порождение ну ладно ну ладно ну ладно план панель дальше можете продолжить путь поехали дальше ничего страшно в следующий раз кубы дрых вы заглядываете в кладовку на поверьте и видите нахохлившийся силуэт мохнатого суседки кажется он погружен в свои мысли и не замечает вас здравствуй суседка батюшка вот и пухты напугал то как а и окшится колдунья я сейчас повыведу за тебя погоди я сваха наоборот свадебки то помогаю а вот она я думал ты из тех кто их портит я-то не доглядел кажется видел кого-то на медни да не успел испугать то ушла тень так я-то думала тут нет соседки полено извело тебя ой так и было так и было силен был подменыш к родичам убегал только недавно смог вернуться невестой то доволен их доволен доволен жалею только что не смог ее от проклятия уберечь ну там в бане у меня сил немного кого увидел то расскажи толком мужик какой-то шарился под поверьте я осмотрела двор не нашла ничего порченого видимо хорошо спрятал знаткой так сразу видно сюртук лицо умное не то что твоя деревенская погоди сюртук купец что ли а без его знает он глаза-то мечте отводить может еще пусть твоего так подкрадется и за шерстью хватит ну ничего я там все высмотрел на утро ищи порчу от ищешь суседка советует осмотреть в подкладке сундука с постельным бельем которое повезут в дом жениха пора мне идти суседка батюшка так до скорого до скорого наконец после долгих приветствий заморских гостей начался обряд пропивания невесты невеста подала каждому вино и гости расселись в порядке диктуемом традиции начался ужин из многих блюд холодца мясного супа рыбного пирога и телячьей головы и это лишь малая часть яств что сегодня подавали за столом всю неделю до свадьбы подруги и невеста готовили печальные плачи теперь пришло время опевально величальных песен перед продолжением застолья вы решаетесь размять ноги и пройтись по нарядной горнице и книга то у него чернушая истинная сатана как глянула на меня так я это обомлел хотела на меня черта напустить ну потом то ничего говорю щас как-как ударю на отмашь что ты там говоришь то ой мамочка господ батюшка сейчас я тебя сама на отмашь то ударю или может без а мне на тебя от напустить все таки ой василисушка не губи ты его он дурачок чё с него взять-то он и меня дразнил раньше-то с крошкой я-то знаю что ты добрая и знахарка тебя называть можно акулина это тебя и от прожки избавляла меня василисушка спасибо матушка нечего этому бесеку и котой сидеть теперь прожка на исправление пошел со мной путешествует помогает тебе значит ой как все сложилось то хорошо а это мой дружок петрушка он так на дудочке играет ладно что умею того не отнять еще будешь про меня небылица рассказывать нечем будет на дудочке играть понял понял как тебе живется без прожки ой так хорошо лучше не бывает больше не говорит бесяк из меня страшным голосом другие дети не потешаются спасибо васенька как твой дозор заметил еще колдунов все спокойно я на чеку нравится вам свадьба ой красиво песни такие и все нарядные ерунда это все но у николая вон форма какая баска это ружье еще есть наверное это ой я когда вырасту все глаза выплачу а потом веселье будет ой василиса про тебя нам невеста рассказывала вот ведь мужика себе ухватила ага ну-ка тихо сглазишь еще да я то неглазливая вон вас подтвердит ага но какой мужик то солдат может и меня бесят пускай утаж спасибо что помочь согласились понимаю нежданно у вас подруга то появилась да ничего она ладная девка словно знали и все эти годы жалко раньше не объявилась не боитесь что невеста то подмененной было а к чё бояться часто она обычная мало ли чё в жизни то быват не она же бесячки стать решила судьба такая кого винит так мать ее разве что ой да и она-то натерпелась подменышем бог простит так застолье еще не окончено но она не продолжится без вашей команды василиса федоровна помогай господь знаю я не сразу тебе поверила но не права была ох спасибо василиса федоровна как и благодарить не знаю возьми уж вот сметанки от нашей буренки ой в добрый день тебя повстречали соседи этого высокого плотника упали лицом в свои тарелки и мирно посапывают думаешь я их разговорами притомил а нет не в том дело то нет во всей пермской губернии молодца удалее меня ну когда речь про плотницкое дело идет да про выпивку в остальном надо признать я не так хорош то пора стало быть кормишься а вот недавно струб ван борь отплотничал меня часто по уезду поряжают платили бы еще как следует а так хочешь мастерю и лодку и церкву я вон и плотниц его с собой везде беру о рекверный уж никто тебя и не перебьет да я хоть пять штопов в водке хабары сну хошь верь хошь нет с приговором вы используете траву и предлагаете пари давай-ка попробуем кружка идет кружкой а вам все нипочем скоро плотник сдается и падает прямо рядом с соседями вы забираете его ставку ой на сенем да было на море окна тихом да было за ну в принципе все больше нечего рассматривать застолье еще не окончено но она не продолжится без вашей застолье продолжается каждому гостю отведена величальная песня после каждой песни принято одаривать исполнительниц деньгами приходит и ваш черед звучит ты княжая наша свашенька когда стихают звуки хора к вам приближается девушка с подносом глаза всех исполнительниц расширяются от удивления вашу щедрость тут же отмечают хвалебной припевкой под конец застолья подают ритуальное блюдо селянку крупную запеканку с яйцами николай ловко отрезает кусок пирога и дарит традиционные деньги своей тёще застолье будет продолжаться до утра но дед егор убеждает вас что завтра предстоит самый ответственный день путешествие свадебного поезда на венчание вы отправляетесь домой немного отдохнуть перед рассветом ребят на бложечку так что просителю бог в помощь егор евлампович я за тобой василиса довезу до пакчита и тебя егор евлампович до вильгарта то подвезем собираетесь я вас ворот подожду ну погнали вы добираетесь до избы невесты с первыми лучами рассвета подмененная девушка садится под иконы и начинается долгий обряд прощания с красотой подруги присказывают уж ясяду к молодёшенька невеста раздаёт всем атласные ленты самую красивую невеста дарит вам обряд затягивается и поезд пока не приехал звуки последних плачей стихают уже под вечер подруги начинают облачение невесты в подвенечный наряд а вы решаете еще раз поискать порчу во дворе и там же встретить поезжан ого вот это ничего себе плюс 15 получается вот это можно все о спасибо за подарочек вы спускаетесь во двор без поезжан он выглядит мрачно и запустело неудивительно ведь много лет под этой крышей жила не чисто сила вы вздрагиваете от неожиданного шороха кажется он шел от стога сена но какого из них что-то шумело за этим стогом сена или за другим сухой траве вы находите своих сидящих в засаде юных знакомых и хватайте обоих за загривок а ну-ка пусти чё вы тут затеяли извини васенька мы не тебя караулим а плохого колдуна тут точно кто-то ходил мы всю ночь дежурили видели прокрался и икоту на свадьбу навел хуй господь боженька только мне котку ничего я тебя защищу так не че колдунам свадьба обращать какого ты колдуна видел прокрался ночью истинный сатана господь богом клянусь ворота сами отворились утварь летала бесы носили стало быть сам то не похож на колдуна одет ладно по городски он шептать что-то начал быстро быстро да страшно так вокруг то темно не видно ничего почти сама-то она вряд ли найдет хватит свистеть это видать от колдуном дудка помогает он избежал а мы решили еще и перепрятаться вдруг вернется и ты пришла это кажется доказывать кто это колдун сделал так подержите думаю он порченные предметы раскидывал мы тебе их найти поможем васенька сама-то она вряд ли ладно помочь хотите так давайте петька ты в этом стоге ищи горох на 9 горошин ты акулина в том стоге ищи а я остальной двор осмотрю все уяснили поняли без нас то точно не найдешь хорошо василиса шка пиво со вчера остатки выдохлась уже противно как-то пахнет в сундуке лежит белоснежное постельное белье для молодых пуховая сваха должна передать его в дом жениха когда вы поедете в избу вы разрезаете подклад и к своему ужасу находите что-то мохнатое внутри в ваших руках оказывается засушенная медвежья лапа от которой веет темным колдовством вы прячете новый артефакт в сумку будто бы против своей воли в сундуке лежит белоснежное постельное белье для молодых пуховая сваха должна передать вы внимательно осматриваете пол своему ужасу вы замечаете клок обгоревший собачьей шерсти вы убираете его приговором и с отвращением отбрасываете в сторону внезапно вас окликает петька вас к вас к я нашел кажись я тоже нашла следы порчи и у тебя и у меня много-то как а у тебя что акулина ну не страшно если ничего я нашла васенька тоже стручок сколько порчи здесь замешан сильный колдун дети тревожно переглядываются давайте сюда эти стручки кто знает на что еще способен наш враг порча бесов призовет так и уморить недолго вы вздрагиваете от резкого стука в ворота дети с убегают в дом и открывай к ворота купцы заморские прибыли после нескольких минут торга вы открываете ворота за невестой в избу подымайтесь а мне надо с тысячи с кем побеседовать что-то тебя тревожит василиса я сейчас столько порчи нашла кто-то сильный свадьбу пытается заколдовать вы рассказываете деду егору о своих находках свадьбу теперь не остановишь но почему подожди я пойду николаю расскажу дед егор силой хватает вас за руку ну-ка стой ты ему судьбу хочешь испортить что ли ясли сейчас поезд остановить у них вся жизнь может наперекосяк пойти да ну что если нас остановят по дороге к венцу вся эта порча неведомо как выплеснется на то и задача твоя сваха оберегать будешь поезд а если остановится тогда да что произойдет один бог знает нечего молодых тревожить делай свое дело а я своим займусь ведь к новым заговором выучу из него толк может быть хорошо дедушка пойдем благословить их надо на дорожку все поезжание собираются в избе после благословения невесты и николая поезд отправляется очень странно троицкую церковь очень странно все это мне кажется знаю кто это помните того александра александр в плаще и пришел вот это вот от этого я думаю то он тоже нам его показали образ позапрошлой серии мне кажется что то есть что то с ним связано что он что-то как-то торопился мечтка что он торопился как быстро убежал странно 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 вот повезло девки то да немногие возвращаются с того света сама она не справилась мы помогли так и другие мертвецы сами не вернутся без тебя колян то не вытащил бы ее а без меня и деда егора да вряд ли знаешь я тут думал ты же и меня можно сказать то с того света вытянула если ты тогда в кабак не пришла меня бы черти удавили да думаю так бы и было я слышал что девки в вильгарте то говорят так что ты векшицы ты не хотела становиться а сейчас то стало вот я и думаю ты парню своему помочь решила с чего ты взял вы с дедом меня за дурачка держите а я кой чё понимаю мертвецы они сами то не вернутся как ведь ты говоришь это тоже на посидёнках бывал видел как ты его любишь вот и решилась воська бросать ты это дело до добра то не доведет ты эту девку вернула так она и не помирала подменышем было так а я при смерти был а твой он все в земле а ты не выпиливайся если не понимаешь ничего погоди чё зазлилась я не шучу так я почти на тот свет-то заглянул это оттуда возврата у тебя бесики это работу просит а сколько уже ты народу попортил не так много а дальше чё будет они другие души на тот свет потащит все голоднее будут ядок побывальщинки то внимательно слушал бесики и тебя на тот свет стянут а за собой еще и крестьян то не знамо сколько ты прав бесы всегда работу просят если им дать волю не все вокруг сметут но что мне остается говоришь бесики меня погубят ты еще не знаешь что у меня на роду написано и что написано было у него это еще неведомо чё написано то ага но я сам решил за свою судьбу взяться у тебя-то свою делу тройка мчалась ее ты услышала так на то твоя судьба может не обман то был а у меня не так все помнишь я славка то воровал так это не первый раз то было много чего было думаю может и правда завязать с этой жизнью хозяйством обзавестись да знаю веселого то тут мало ты меня спасла и я решил у тебя совета и спросить знатка все таки чё скажешь так федька я тебе давно говорила с дальством своим завязывать ладно постараюсь старые заучки сложно уходят а там глядишь хозяйством обзаведусь гляди не забудь слова то свои я те как их забуду нет я уже лечо ли федька ухмыляется и ударяет поводья село пакча тонет в тумане а впереди лежит дорога до вильгарта вы думаете о том что кто-то намерился испортить свадебный поезд и наверняка не сдастся так просто после чего с тревогой озираетесь по сторонам и готовитесь к худшему на уж прошу извилистая дорога маницыры туманом и таинственными тенями что таится за ними какие духи вскоре вы добираете из доброда через студеный ключ вашей невесте на телега с плеском пересекают водоем но третью повозку ждет неудача одно из колес подскакивает на подводном камне и все пассажиры падают в воду вы осматриваетесь и замечаете во мраке глаза нечисти федька бросает на вас вопросительный взгляд что делать с отставшими гостями вы спрыгиваете с повозки открываете черную книгу федька передает вожжи и тоже спускается нужно отправиться в путь как можно быстрее чтобы не отстать от поезда гармонист пытается помочь наладить повозку у вас же другая забота из темноты слетается стая бесов ну давайте погнали к бою кого 35 335 811 4 4 5 5 5 5 6 9 10 10 10 15 16 Наконец, телега починена, так что вскоре вы нагоняете свадебный поезд. Крестьяне не видели бесов, но заметили, как вы шептали заговоры. Теперь они с уважением поглядывают на вас и вашу книгу. М-м-м. Кажется, по колее слева телеги ездят чуть чаще. Вновь развилка. Слева лес расступается, справа дорога делает петлю в обратном направлении. Дорога обрывается на широкой поляне. Пока свадебный поезд разворачивается, вы успеваете спрыгнуть с телеги и с приговором набрать целебных трав. Вновь развилка. Слева лес расступается, справа дорога делает петлю в обратном направлении. Кажется, дорога обрывается... Вновь развилка. Ваши опасения были не напрасны. Хотя этот лес вам знаком с детства, дорога упирает... Очередная развилка и вновь незнакомая. Дорога, ведущая налево, кажется, погружена во мрак. А над путем справа пробивается лунный свет. Вы добираетесь до очередной развилки. Слева дорога пролегает через густую чащу. Справа виднеется просвет среди деревьев. Наконец, лес остается позади. До Вильгарта осталось совсем немного, так что вы делаете передышку. Значит, мы объехали, понял? Бойство, значит, мы все правильно сделали. Я думаю, там должен был быть бой, скорее всего. И вы теряете все ощущение пространства. Где север, где восток. Вы словно впервые оказались на этом перехрестке. Вы решаете прибегнуть к ворожбе. Поэтому быстро шепчете слова заговора и прислушиваетесь. Держите, ребята. Слева доносятся колокольцы. Справа стук топора. А впереди слышен жалобный плач. Какую же дорожку выбрать? Блин, нам что-то говорили, да. При ворожбе на перекрест сначала очерчить круг, а затем слушать, если что-то продюс. Вы выбираете верный путь. Вы безошибочно выбираете направление. Такая ворожба вам по зубам. Путь до Вильгарта проходит без приключений, и вам удается немного отдохнуть. Кажется, остается последний отрезок дороги до Троицкой церкви. О-о-о, я же говорю, смотрю, видел? Я же говорил. Василиса, тормози поезд. Александр? Мы не можем остановить, примета плохая. Теперь уже и не скроешь, я полагаю. Но нет времени спорить. Я намерился испортить твой поезд и доведу это дело до конца. Я так и знал. Что? И ты мне говорил, что делаешь все ученым способом? Я могу оставить его в покое, но только если отдашь мне книгу. Зачем тебе портить свадьбу? Все просто. Я могу забрать этот артефакт, только если ты ослабнешь. Если поезд остановится, порча может выплеснуться. Что произойдет, только Господь Бог знает. Конечно, ты так говоришь, чтобы я не мешал. Не будет ничего. Меня послушай. Это опасно. Очень опасно. Ты меня не испугаешь, Василиса. Или отдавай книгу, или поезд остановится. Как в вашем обществе-то принято? Притворяться вечно. Мог бы и со змеем мне помочь. Я хотел, но ты справлялась сама, и я решил посмотреть, что ты за колдунья. Посмотрел. Думаю, такая же сильная, как я. Я не хочу никому вредить. Мне всего лишь нужна книга. Знаешь про нее? Зачем она тебе? Что ты задумал? Не тяни время, Василиса! Послушай, давай я обвинчаю молодых, а потом и сразимся. Зачем ввязывать молодых? Меня не перехитришь, Василиса. Я специально готовился к нашему поединку. Теперь, когда вокруг порчи, мы равны. Ну, сейчас ты отсосешь моментально. Я не могу отдать книгу. Сам ведь знаешь. Тогда выход только один. Де фон туа! Поехали. Шесть, ух, чё. Поехали. Ну шо, готов? Раз, два, три, четыре. Поехали. Ой. Бан. Класс на берег. Присывай другу нечисть. А-а-а, мальчик. А-а-а-а. 14 еще 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 М-м-м. Ни те карты, ни те карты. Ни те карты. Ой, больно, больно. Он хочет. Получает урон. Давай по нему это даем. Продолжение следует. Отдай мне книгу, Василиса, и все поезжане будут в безопасности. Им нечего бояться. Я огражу свадьбу. За все, что мальчик. Что, кого-то еще? А, да. А, да. Плачни урон. Сейчас ему это много. Так, давай сейчас вообще все. 5. О-ка, хорошо, мальчик. Понимаю. О, десяточку все. Ой-ой-ой-ой-ой. Четырнадцать. Чего? Почему? Почему? Ой-ой-ой-ой. Плана, хорошо. Ой, как сейчас больно будет. Так, нам нужно срочно. У меня и нету. У меня и нету. Сразу. Так, давай тогда в этот уходить. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Продолжение следует... 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 почему все исчезает у меня непонятно у них не исчезает нормально подумали и даже нечем но это бред почему у них почему я понял сейчас по 12 дамы будет давай 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 мальчик сосешь ты диана поглощение урона вот у меня их духа нет не то три штуки у меня их чем первый ходит пил котел 310 да давай сразу накинем туда раз десяточку давай 2 а один он будет удар уносить это 11 дам на северку сеньки 113 15 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 16 Продолжение следует... 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 все пока что по 9 осталось всего лишь до баба тебе слушай б.б. будь больновато сейчас ой-ой-ой-ой что случилось надо знаешь что взять поглощение урона об поглощение урон есть и дальше на и что мы будем с тобой делать сюда еще накинем вот этого этого добывать ой 3 ночью урона хорош помощь и будет больно давай давай опа 1 хп остался а что что с лицом мальчик что у тебя с лицом а что с лицом что с лицом что 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 же что такое что с лицом у тебя все 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 значит да б.б. получается б.б. ой-ой-ой смотри чё я сделал ай-яй-яй-яй-яй что же поделать да так еще а а вот нужно сау статус регенерация андропка Ну вот и все. Ну вот и все. Кого? Что? Ну вот. А-а-а. Многие волками обернулись. Обернулись. Значит, не приблазнилась. Я видел, как Федька обращался. Я доберусь до этого Александра. Ох, как теперь быть-то? Ну-ка, не причитай ни до парня этого. Сначала свадьбу наладить надо. Ничего, ничего. Полков выловишь и поладишь, а там глядишь и печать откроется. Как я их найду-то? Тут и бесы могут не найти порченых-то. Ничего найдем. Есть у меня знакомый один охотник. Он выследит. Разузнай, кто пропал до раненых палать. Потом и в дорогу можно котобиться. Как они в волков-то превратились? У нас тут про такое лет сто уж не слыхали. Так что, порчу хорошую твой дружок навел. Да и потом права ты была. Федька не то чтобы сильно знаткой-то для дружки. Как мне их расколдовать? Нужна трава специальная. Слезы кукушечки. Она в лесных чащах растет во владениях лешего. Думаю, охотник тебе и с растением этим поможет. Федька тоже обратился. Да, вон гармонь валяется. Думал, привиделась. Чё с молодыми-то будет теперь? Ничего, Стюжа. Я пару молитв в тайных знаю. Научу. Кто этот знакомый твой? Охотник один. Дома расскажу. Да уж. Здесь лежит ваша знакомая икотница Акулина. Она потеряла сознание. Кажется, девушка ранена. Акулина приходит в себя и с трудом поднимается на ноги. Ой, Васенька, ты меня подлечила? Спасибо. Всё-то ты мне помогаешь. Акуля жива. Ой, Господи. О, Господи, Иисусе. Теперь с ней всё будет хорошо. Акулина, ты заметила, куда волки побежали? Не видела. Я как упала, так ничего не помню. Петьки только нет нигде. Наверное, тоже обернулся. Матушка тебя домой отведёт. Отдохнёшь там. Ладно, Васенька. Спасибо тебе, Василиса Фёдоровна. Век за тебя молиться буду. Заметила, куда волки делись? В сторону пакчи куда-то. Сразу в лес скрылись. Да кто-то разве и разглядишь-то, ага. Заметила только, что невестинных подруг несколько обернулось. Ох, жуть-то какая! Слышала про это? Да не думала, что на нас выпадет. В траве лежит покалеченная крестьянка. Кажется, она потеряла сознание. Крестьянка благодарит вас слабым голосом, но затем снова теряет сознание. По крайней мере, её жизнь вне опасности. Телеги все перевернулись. Некоторые сломаны. Их изладить несложно. Не то, что поезжан. Телеги все перевернулись. Некоторые лошади убежали. Остались самые смелые. Они тоже беспокоятся. Волчьим духом пахнет. Некоторые лошади убежали. Остались самые смелые. Некоторые лошади убежали. Слышать тебя надо было. Не он свадьбу спортил, а колдун другой. Ничего, я и до него доберусь. Как Николая верну, вы с ним до церкви-то доберетесь? Налажу я судьбу вашу. Надеюсь, Бог тебе поможет, Василиса. Готово возвращаться. Ты прямо с ног валишься. Вот так вот, ребят, вот так вот. Василиса, вставай. Цветает уже. Надо торопиться, пока волчий след не остыл. Я тебе вчера про знакомого рассказывал. Охотник одного. Он мастер своего делца. Да, естественно, мы сохранимся. Закончив селька, она так очень длинный положил. Всего запрещен, там такая селька была. Да уж, босс был, ну, довольно-таки сложненьким, скажу вам так. Примерно, ну, сложнее только был тот колдун, помните, который... Которого мы проходили с вами, старый друг деда Егора, деда Егора. Вот, поэтому вот так вот, но интересно, что будет дальше. Давайте, ребят, спасибо за просмотр. Увидимся в четырех. Давайте.